В среду тысячи поклонников Жанны Фриске приехали в Крокус Сити Холл на церемонию прощания с певицей и актрисой. Жанны не стало поздно вечером 15 июня после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Церемонию прощания с Жанной Фриске устроили в столичном Крокус Сити Холл. Это первый случай, когда гражданская панихида состоялась на сцене одного из концертных залов Москвы. Жанна Фриске не дожила до 41-летия всего несколько недель. Она умерла поздно вечером в понедельник в доме родителей в подмосковной Балашихе. Было известно здесь людям окружающим, кто живет, что Жанна в тяжелом состоянии, что мы скоро разводили руками, потому что никаких улучшений не было. То есть мы тоже как-то следили за новостями в соцсетях после всей акции поддержки жизни Жанны. Неоперабельную опухоль мозга обнаружили у певицы всего через несколько месяцев после рождения сына Платона в апреле 2013 года. Последние полтора года она мужественно боролась со смертельным заболеванием. Действительный пример послужил, наверное, многим людям, болящим, да, такой тяжелой болезнью. Деньги, собранные там, остатки, опять-таки то, что я знаю, да, пошли на борьбу с тяжелыми болезнями детям. То есть практически своей смертью, да, она подарила жизнь многим детям, которые ей, наверное, не зная ее даже, будут благодарны в течение всей жизни. Появила себя как сильная женщина, но и то, что она выбрала жизнь ребенка, да, практически принесла свою жизнь ради жизни ребенка, это подтверждает лишний раз. Мы скорбим вместе со всеми. Вечная память прекрасной Жанне.